Почти 3 миллиона зараженных коронавирусом по всему миру. В фаворитах по-прежнему США. На эту страну приходится треть заболевших. Люди, несмотря на карантин, выходят на улицы. Волна протестов поставила на уши 24 штата. Медики призывают американцев одуматься и разойтись по домам. Здесь мы в гораздо большей безопасности, чем домов заперти. В этом весь смысл. Откройте пляжи, откройте парки, выпустите людей из своих домов. Дайте людям вернуться к работе. Страны Европы постепенно снимают ограничения. В Нидерландах премьер-министр открыл школы и детские сады. По Франции мальчики и девочки снова сели за парты. Совет министров Испании заявил, что пик эпидемии пройден. Карантинные меры в королевстве были одними из самых строгих в ЕС. Дети до 14 лет смогут с 26 апреля ходить на прогулки с родителями. Соответствующий указ будет издан в конце этой недели. Тогда и будут озвучены подробные условия для таких прогулок. Милан также сигнализирует, заболеваемость снижается. Персонал отделения интенсивной терапии в больнице Негуарда отправили в заслуженный отпуск. Мы вышли на стабильную ситуацию. Наконец, произошел поворот, который позволил нам постепенно перемещать пациентов из палат интенсивной терапии в другие, которые у нас есть. Таким образом, мы смогли, наконец, разгрузить самую большую реанимационную станцию. Но мы должны быть готовы к возврату чрезвычайной ситуации. В Германии и Великобритании тестируют вакцину от нового типа COVID-19. Федеральный институт в Берлине проводит клинические испытания. Спасительную формулу разрабатывает группа ученых из Оксфорда. Лекарство может увидеть мир в сентябре. Николы не можно... Никогда нельзя полностью исключать риск. Но в таких делах нужно верить и понимать, что медики проделали большую работу. То, что мы делаем, важно. Лично я уверена в эффективности этой вакцины, поскольку она основана на технологии, которую мы уже успешно применяли ранее. В некоторых случаях это был революционный прорыв. В Беларуси выздоровевшие от коронавируса стали сдавать плазму. Ценным компонентом с антитилами поделились жители Минска и Витебска. Доноры пожертвовали по 600 мл. Такой метод использовали врачи во время эпидемии в Китае. Состояние больных улучшилось в течение трех дней. Положительная практика. Порядка 66%, то есть вот 9 пациентов, это данные на вчера, 9 пациентов мы ввели плазму выздоровевших людей и 6 пациентов действительно пошли на поправку. В национальном аэропорту Минск температуру пассажиров теперь измеряет робот. Гаджет подарил резидент китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Уверен, что этот прибор будет помогать международному аэропорту повысить эффективность в эти дни. Тем временем в третьей поликлинике Бобруйска пациентов начали принимать онлайн. Теперь никаких очередей и споров. За день специалистам колл-центра поступает свыше 3,5 тысяч звонков, а посещаемость сайта выросла аж 8 раз. Скажите, пожалуйста, могу ли я заказать выпуск по бизнес-инскому документу в городе Китинской комиссии? Подскажите адрес ваш. Чтобы написать или позвонить врачу, нужно знать номер своего участка. Список с номерами телефонов специалиста можно найти в регистратуре, на сайте поликлиники или в приложении «Любимый город». Для связи с участковым пациент используют мессенджеры, вайберы, ватсап. В связи с эпид-ситуацией на всей нашей планете, это намного упростило контакт пациента и медицинского работника. Минимизация контактов и дистанция наряду с защитными масками и антисептиками. Если вопрос решается одним кликом или звонком, лучше и впрямь никуда не ходить. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели.